Если спросить любого человека, даже мало знакомого с музыкой, какая самая, что ни на есть, русская опера, то, я думаю, большинство, конечно же, не задумываясь, назовут «Жизнь за царя». В советское время она называлась по-другому, и была Сергеем Городецким переложена на другие идеологические рельсы посредством перелицовки поэзии. Так вот, собственно, по поводу этой поэзии. Ну, на секундочку, мы с вами находимся в Берлине на улице Глинка-штрассе. Раньше она называлась Канонир-штрассе. Вот она вот так вот выглядит. Берлин характерен тем, что здесь постоянно идут всевозможные стройки и так далее. В самом центре здесь вот готовятся апартаменты к сдаче. Можете прикупить, если у вас есть баблишко. Хотя, конечно, в свете последних событий, возможно, это уже станет не столь актуально. Ну, не суть. Так вот, «Жизнь за царя» Иван Сусанин, бла-бла-бла. Во-первых, уже была одна такая опера, написанная товарищем Катарина Кавосом. Причем она была, знаете, на французский манер, еще в пушкинское время, естественно. Ну, в принципе, мы сейчас и так говорим про пушкинское время, потому что Глинка к этому причастен более чем. И существовала она, скажем, в таком несколько комическом виде. Катарина Кавос, на самом деле, известен тем, что от него потом произошло огромное количество замечательных творческих людей. Ну, самый прямой у потомок Альберт Катаринович Кавос, который построил Мариинский дворец, перестроил Большой театр, который на 100-рублевой купюре. И даже, я об этом говорил, когда выкладывал выпуски про Париж, даже выиграл... Даже выиграл тендер. Божечки, немцы переходят на красный свет, вы можете себе такое представить. На самом деле, это большая редкость, но уже случается. 15 лет назад я такого не встречал. Коронавирус, не иначе. Так вот, он даже выиграл, ну, как бы сейчас сказали, тендер или конкурс на постройку оперы Гарни, но сказал, что я стар и болен, и поэтому оперу эту построил уже другой архитектор, именем которого она и названа, собственно, Гарни. Так вот, Глинка, ну, в двух словах, буквально, я не собираюсь вам тут задвигать про него в течение получаса, устраивать какой-то документальный фильм. Он родился в Смолинской губернии, и детство у него было крайне интересное. Папа похитил маму, это не то чтобы, конечно, редкость, но, знаете ли, не самый распространенный случай. И затем бабушка изъяла его от мамы и воспитывала очень строго, а самое главное, держала его вот буквально в заперти. Зимой не пускала ни малейшего дуновения ветерка в комнате, в комнатах, где он проживал. Это была, кстати, нормальная тогда практика, непроветренное помещение. Отсюда, как вы понимаете, все эти чахотки, туберкулезы, у Глинки были слабые, легкие. Вообще он называл себя мимозой, вот в том состоянии, в котором пребывал в детстве. Это скажется потом уже в дальнейшем здесь, непосредственно в Германии, потому что умер он, это я узнал совершенно случайно, став готовиться в экскурсию по Берлину, умер он в Берлине. Почему? И здесь ему, и вот видите, этот замечательный барельеф посвящен. И это не единственный мемориальный знак. Здесь на Глинка-штрассе второй я вам покажу буквально в скорости. Затем он поступил в благородный институт в Петербурге. Там же учился, кстати, надо бы провести экскурсию по улице Правды, где он раньше находился, этот благородный институт. Потому что, ну, во-первых, он учился вместе с Львом Пушкиным, младшим братом Пушкина. Пушкин туда заезжал, там Глинка с ним и познакомился. А там еще до кучи приплывал Кюхельбекер. Ну и понятно, что Глинка напитался всеми вот этими идеями. Бла-бла-бла. И вообще Пушкин, конечно, был для него кумиром. И, в общем, перескакиваем дальше. Глинка решил написать вот эту вот оперу, сюжет которой ему подсказал вообще-то поэт Жуковский. И тут надо сказать следующее. Вот как Иван Грозный инкорпорировал вообще в массовое сознание идею о том, что... Иван Грозный, вот представляете, как я иногда заговариваюсь? А никто меня ведь и не поправит. Илья Репин, естественно, как он инкорпорировал в массовое сознание вот эту идею о том, что Иван Грозный убил своего сына. Точно так же и Глинка инкорпорировал в массовое сознание вот эту легенду о Иване Сусанине, где масса белых пятен и все такое прочее. То есть, как, опять-таки, культура влияет на наш исторический код, на нашу идеологию. Он, соответственно, ее написал, она была представлена, прошла с большой помпой, царю понравилось, всем понравилось, в общем, честь, хвала, подсчет. А Глинка, надо сказать, женился на некой Марии Ивановой, она была молодой девушкой, он начал с ней заниматься музыкой. И музыкой тогда должны были заниматься все, молодые барышни, музицировать, играть на пианинох, ну, на роялях вообще-то, тогда рояли стояли, потому что площади позволяли петь. Вот он с ней занимался, ну, и дозанимался до такой степени, что они поженились. И вроде как сначала нормально все, а потом выяснилось, что вот этот интерес к музыке у Марии Ивановой, он как бы напускной, она вообще этим не болеет ни разу. А он композитор, понимаете, творческий человек, и вот вам внутренний конфликт. И в итоге он познакомился с дочерью Анны Керн, то есть самой, которой Пушкин посвятил вот это вот, я помню, чудное мгновение, бла-бла-бла, и про которую у меня есть замечательный сюжет возле дома на Невском 6, потому что там жил Сергей Соболевский, очень ближайший друг Карифана Пушкина, спасавший его от дуэлей и написавший очень злую эпиграмму про кривые ноги Анны Керн. Все-то они знали, эти парни. Так вот, влюбился Глинка в Екатерину Ермолаевну Керн, а он женат уже, вот можете себе представить. А развестись тогда, это целая история. Но затеял бракоразумный процесс, и пока он шел, Екатерина Керна успела сбеременеть от него, он дал ей деньги на аборт. И, в общем, длился этот процесс долго, бесконечно. И когда он уже получил вот эту желанную бумагу о том, что он свободен, у них уже с Катенькой Керна были такие отношения, они, ну, она все время теребила, типа, ну, когда, 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 устраивала истерики, и, в общем, они расстались. Вот такой не очень радостный финал. И самое интересное, что связано с оперой «Жизнь за царя», то, что, почему я, собственно, и затеял, вообще-то, этот выпуск, то, что либретто, либретто, это, собственно, ну, по-нашему говоря, сценарий, сценарий к опере, все, что они там поют, написал некий Егор Роузен. Как вы понимаете, фамилия очень русская, русская. Вообще-то он там, естественно, никакой не Егор и немец. Более того, он где-то там до 18-19 лет по-русски вообще не бельмеса не был, но вот начал его учить и начал писать стихи. Ну, это как бы приветствовалось, его взяли под свою опеку даже, он был и в кругу Пушкина и так далее. И вот он написал либретто к опере «Жизнь за царя». При этом говорил с дичайшим акцентом, это я к тому, насколько немцы играли, конечно, огромную роль в то время в России. Ну, я уже говорил об этом многократно во многих своих выпусках. Там третьих служила в армии, и в Петербурге там были немецкие места, и на Васильевском острове, и на Невском проспекте. И был вот то, что сейчас называется «Веселый поселок», там тоже немцы жили, и на гражданке там, где площадь мужества, там немцы жили. В общем, вот, кто бы мог представить, да. Но тогда это никого не колыхало, натурализованный вот этот вот Розен написал это либретто. А дальше, ну, опять-таки перескакивая через определенный кусок времени, дальше Глинка взялся, он давно хотел написать оперу Руслана Любила. Более того, Пушкин ему обещал переработать свою собственную поэму под либретто, но 37-й год, Пушкин тютю, Глинка крайне опечален, вот именно поэтому, соответственно, для него еще крайне важен союз с Екатериной Ермолаевной Керном, вот как, собственно, Василий Розенов женился на пленаре Сусловой, любовнице Достоевского, потому что для него это было, ну, как бы, понимаете, прямая связь со своим мэтром, ну, вот, может быть, еще и поэтому Глинка запал на Катеньку. Но она действительно была очень красивая, тут без базара, как говорится. И было свидетельство о том, что был такой там Константин Бахтурин, и он, как писал Глинка, под пьяную руку написал, там, не знаю, за 15-20 минут вот это либретто, и поэтому это либретто и поставлено опера. На самом деле над этим либретто работали несколько человек, но вот основная роль принадлежит Бахтурина, то есть по пьяной лавочке написал текст, и вуаля, опера. И опера не зашла. Ну, то есть там было масса тому причин, и плохое исполнение актеров, и постановка неахти, и, в общем, с пятого акта Министерская чета ушла. Это был позор, катастрофа и полное днище. И, в общем-то, Глинка, конечно, был этим крайне опечален и раздосадован. И через какое-то время он поехал в Европу, он там был неоднократно. В Париже, например, он познакомился с Берлиозом, Берлиоз его принял. Ну, в общем, по итогу всех этих перипетий Глинка оказался в Германии, в Берлине. Здесь он менял несколько адресов, и один из этих адресов находится вот не здесь, где этот брельеф висит, а находится чуть дальше. И, собственно, туда-то мы с вами сейчас и направимся. То есть вот мы поедем вот туда, вот за эти прекрасные строительные леса. И вот здесь, на пересечении Глинка-штрассе и французиша-штрассе, ну, улица Глинки и французские улицы, вот так выглядит этот перекресток. Причем это на самом деле вот в двух шагах от Унтер-ден-Линден и в трех шагах от Берлинбургских ворот, от Рейхстага. То есть это, ну, самый-самый центр. Видите, как плотно он заселен пешеходами и машинами. Это вообще такая характерная особенность Берлина. Есть абсолютно новое здание. И вот здесь вот такая мемориальная доска, где аж по-русски написано, что именно в этом доме. Как вы видите, я просто не помню дату эту наизусть, поэтому, извините, прочитаю. Третьего и пятнадцатого это стили новый старый. Февраля 1657 года русский композитор Михаил Владимирович Глинка жил и скончался. Табличка эта мемориально повешена с изваления владельца данного здания. Действительно, здесь стоял этот дом. И действительно, Глинка здесь жил и умер. Умер он от простуды. Крайне актуальная ныне тема. И он был похоронен здесь, в Берлине, но решили его перезахоронить. Перезахоронить, уже отвезти в Россию. И немцы удивляются, что нормально похоронили, хорошо лежит. Но нет, надо было, естественно, логично перенести прах этого великого композитора. Его перенесли и везли его в таком специальном гробу с надписью «Фарфор». Ну, знаете, как вот, чтобы пишут, не кантовать, вот здесь написали «Фарфор». И вот здесь есть очень интересная перекличка с одним коллективным произведением, которое было написано после исполнения оперы Иван Сусанин. И я бы хотел обратиться к вам, чтобы вы мне написали в комментариях, а, собственно, по какой причине эта перекличка произошла. Друзья мои, на этих выходных ни в Петербурге, ни в Москве из моих мероприятий ничего не будет. Ну, по понятным причинам. На следующих выходных в Петербурге будет две экскурсии. «Коронавирус 1831», «Прохолерный бунт на Сенной» и «Достоевский и рок-клуб». Два адреса, ключевых два адреса Федора Михайловича, «Ленинградский рок-клуб» и вообще будем гулять по улице Руменштейна. А 4 и 5 суббота и воскресенье две экскурсии в Москве. Одна премьерная вокруг Дневичьего поля, другая не премьерная, но не так много людей на нее ходило. Там будет от Баумана до Пушкина «Гений и злодеи». Соответственно, вся информация есть вот там внизу. Я уж не знаю. Мы, в общем-то, намеревались поехать 19 октября в город Вену. Билеты куплены, шампанское заказано. Собственно, водка стынет. Но я надеюсь, что к тому моменту все устаканится. Поэтому, если у вас есть желание, если у вас есть возможность, в том числе и финансовая, это сейчас тоже крайне актуально в связи с новым курсом валют, то обращайтесь, я вышлю вам всю подробную информацию. А 2-4 мая, «Welcome to St. Petersburg, my dear guests!» У меня будет тур. Мой личный, который я сам придумал, уже один раз провел. И он будет для вас. Точно так же вся подробность есть вот там. Но если что, пишите, я вас проконсультирую. На этом все. Увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова